Уважаемые коллеги, я надеюсь, сейчас стихнет музыка, и мы начнем нашу секцию, научную школу, которая называется «Перспективные разработки радиоизотопной диагностики рака молочной железы». И задел, сделает Павел Иванович Кжевицкий докладом «Радионуклидные методы выявления строжевых лимфоузлов при злокачественных новообразованиях различных локализаций неонкологии Петрова, Санкт-Петербург». Этот доклад не вошел в систему НМО, но, тем не менее, интерес к нему и его клиническая значимость не умаляется. Пожалуйста, Павел Иванович. Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. С большим удовольствием хочу поблагодарить организаторов этой конференции за возможность здесь перед вами выступить с этим докладом. Тема доклада вы видите на этом слайде «Радионуклидные методы выявления строжевых лимфоузлов». И мы сегодня поговорим и о препаратах, которые необходимы для этой технологии, и о тех локализациях, где мы можем эту технологию использовать. Сразу скажу и поблагодарю фирму «Медикорфарма», потому что доклад подготовлен при поддержке этой фирмы. И без ее работы, я думаю, что не состоялось бы этого доклада. И вы увидите, как много они сделали для продвижения этой технологии биопсии сигнальных лимфатических узлов. Ну, мы все хорошо знаем, что на сегодняшний день биопсия сигнальных лимфатических узлов – это стандарт лечения больных при раке молочной железы и меланоме. И, как вы видите, это и российское общество онкомомологов, и, например, «Меланома-Про». То есть здесь, в общем-то, все ясно и понятно. И более того, вы видите, что эта технология, она включена в клинические рекомендации Министерства здравоохранения нашей страны. И при раке молочной железы, видите, тут различных стадий, главное, чтобы у нас был клинический Н0. Хотя сразу оговорюсь, что, например, в нашем институте сейчас уже проводится исследование, когда мы используем эту технологию для визуализации сторожевых лимфоузлов у больных с Н+. После неодевантной полихимиотерапии, но это тема отдельного доклада. И пока, естественно, нет этой темы в клинических рекомендациях. Вот Н0. Ну и что касается меланомы кожи, тоже мы все хорошо знаем, что если, например, толщина меланомы больше 0,75 мм по Брестлоу, тогда, конечно, это, и опять же, клинические Н0 у нас, то, конечно, эта технология должна быть использована в лечении этих пациентов. Какие есть рекомендации у других, так сказать, наших коллег? Это европейское общество, североамериканское общество. Ну, посмотрите, вот то, что у нас нет в клинических рекомендациях, но есть у них, например, применение технологии биопсии сигнальных лимфоузлов при раке шейки матки. Это, конечно, ранние стадии, и особенно эффективна эта методика тогда, когда опухоли небольшие, о чем они и пишут, до 2 см. И тоже, конечно, Н0. Дальше эта технология может быть использована, используется во всем мире при, так сказать, раке вульвы, и опять же, это ранние стадии. И, значит, еще большая, очень, так сказать, тема, большая единица – это рак полосверта, рак языка и рак слизистой губы. Здесь тоже эта технология, может быть, и должна быть использована. Единственное, что все авторы отмечают, что, во-первых, конечно, должно быть оборудование соответствующее, должны быть соответствующие радиофармпрепараты, и должен быть опыт в проведении этой технологии. Что у нас в институте происходит? Вы видите, что у нас активно используют, так же, как и во всем мире, так же, как сейчас и в нашей стране, это рак молочной железы и меланома. Этих пациентов сейчас у нас очень много. Это 95% всех исследований, каждый день мы их выполняем. В рамках научных исследований мы делаем активно при раке языка то, о чем я говорил, шейки и тела матки. Пробуем, я вам покажу эти изображения при раке пищевода, рак вулевая, пристательной железы. Сейчас у нас проходит исследование по визуализации сигнальных лимфатических узлов при раке легкого. Ну и что у нас запланировано в самое ближайшее время? Я надеюсь, что мы начнем при раке щитовидной железы. Достаточно часто задают вопрос, а можно ли без радионуклеидных методов выявить сигнальные лимфатические узлы? Да, действительно, можно, и существуют не только радионуклеидные, так сказать, способы, но и красители. Все мы знаем индоцианин зеленый, магнитные наночастицы даже с магнитными детекторами существуют. Эхо-контрастные вещества. Но надо сказать, что все равно 90% исследований, в общем-то, это все равно радионуклеидные методы визуализации сигнальных лимфатических узлов. Надо сказать, что вот тоже вопрос, что лучше, коллоиды или радиоколлоиды или краситель? Вы знаете, что краситель, конечно, во-первых, нужно тоже специальное оборудование. У него есть один минус. Все-таки краситель только позволяет находить сигнальные лимфатические узлы в подмышечной области и быстро очень проходит и прокрашивает всю цепочку. И это, в общем-то, диктует требования к хирургу, во-первых, опыт. Потому что если ты случайно перерезал лимфатический сосуд, у тебя вся рана окрасилась, и тебе потом уже вообще, собственно говоря, не найти никакие сигнальные лимфатические узлы. Ну и самое главное, видите, что вот ложные отрицательные заключения достаточно часто встречаются при использовании красителей. И еще очень важно, что сложность нахождения лимфоузлов в экстрааксиллярной локализации для красителей – это действительно большая проблема. Здесь представлены всем известные этапы проведения биопсии сигнальных лимфатических узлов. Радионуклидный этап, о котором мы сегодня поговорим, хирургический тоже коснемся, и морфологический этап. Вот о морфологическом этапе мы не будем говорить, это прерогатива морфологов, у них есть там особые тоже правила и технологии. Значит, радионуклидный этап. Очень важно нам нужно знать, какой у нас радиофармпрепарат, как мы его вводили, как мы визуализировали сигнальный лимфатический узел. На хирургическом этапе, соответственно, нам этот лимфатический узел нужно найти с помощью детектора или гомощупа, и потом хирурги его удаляют. Ну вот это сводная таблица, какие существуют радиофармпрепараты в мире для биопсии сигнальных лимфатических узлов. Вот зеленым помечены также те, которые, в общем-то, у нас есть на рынке. Это, видите, альбумин, наноколоид препарат, нанатоп. Это соль фитиновой кислоты, всем известный препарат технифит. Вот, и я хочу представить вам препарат Алатех, он помечен вот синим, вы видите, он же синтискан, замечательный препарат, он также доступен в нашей стране. Он, в общем-то, мы давно уже с ним работаем, провели клинические исследования, я вам покажу, как хорошо видны сигнальные лимфатические узлы при использовании этого радиофармпрепарата. Более того, мы сравнили его с, так сказать, также, я надеюсь, скоро появятся у нас и другие радиофармпрепараты, то есть и сравнили его еще и с нам всем известным технифитом. Надо сказать, что сам этот препарат Алатех или синтискан, он был, патент получен на него в 2014 году. И спасибо, так сказать, фирме Медикорфарма в 2022 году, наконец-то, появился вот такой красивый в упаковке, так сказать, леофилизат, который можно использовать для биопсии сигнальных лимфатических узлов. И видите, что даже диплом 100 лучших изобретений России, так сказать, это изобретение получило. Значит, что мы сделали? Значит, здесь представлено, какое у нас было исследование, это 132 пациента, все начнут с рака молочной железы, видите, что была группа сравнения и различные препараты, технифит, нанотех и алотех. И всем им выполнялось по стандартной методике визуализации сигнальных лимфатических узлов. При этом все больные были сопоставимы по возрасту и по локализации первичной опухоли. Как мы готовили радиофарм препарат Синтискан? Значит, к нему есть инструкция, все очень понятно и просто. Единственное, что надо помнить, что этот препарат, когда вы готовитесь, мы должны, так сказать, помнить о приказе 1218Н, в котором прописана возможность, в общем-то, приготовления, в том числе и этого радиофарм препарата. Вот здесь представлена особенность его приготовления, видите, обычный, так сказать, генератор, вон свинцовые блоки, получаем эллюат, добавляем 4 мл эллюата во флакончик с Синтисканом. Там можно добавить 100 МБК, можно добавить 500 МБК. Дальше нам нужно нагреть, значит, инкубация при температуре 70-80 градусов в течение 20 минут. То есть для того, чтобы правильно приготовить этот радиофарм препарат, нужен вот такой нагревательный специальный прибор, который, в общем-то, в большинстве лабораторий есть. Если его нет, то можно просто это сделать, в общем-то, на водяной бане. Не надо фильтровать, не надо взбивать, не нужно никаких дополнительных манипуляций, он остывает до комнатной температуры. Не надо тоже, так сказать, ускорять вот его, так сказать, под холодную воду, там, как некоторые любят, ничего этого не... Или в холодильник, нет, он спокойно остывает до комнатной температуры, и вы можете его совершенно спокойно использовать. Более того, он годен несколько часов, поэтому совершенно спокойно он у вас стоит в защитном контейнере, в общем-то, в радиохимическом шкафу. Сколько пациентов может быть использовано с использованием одного флакончика этого радиофарм препарата? Можете использовать одного пациента, можно на одного пациента использовать, можно провести 10 исследований, что вот здесь и видно. Ну вот то, что мы сделали, да, мы на Аффект-КТ визуализировали сигнальные лимфатические узлы вот с теми тремя препаратами. Здесь представлены технические параметры, все они были идентичны. Мы локализовали все лимфоузлы, которые у нас накапливали коллоид, мы считали сигнальными. И их локализовали в зависимости от того, где они расположены. Это такая классическая вот схема. Основные группы подмышечные, парастернальные, подключичные и так далее. Я не буду на этом останавливаться. Видите, что частота визуализации сигнальных лимфатических узлов у нас при трех радиофарм препаратах, нанотех, аллатех, он же синтискан и технифит, была одинакова, в общем-то, там порядка 95 до 97-8%. То есть разницы между радиофарм препаратами мы по частоте визуализации не выявили. Это очень хорошая частота на самом деле, потому что нам нужно выше 85%, а здесь значительно выше 80%. Но вот когда мы стали смотреть и анализировать по количеству выявленных сигнальных лимфатических узлов, то оно существенно различалось в зависимости от того, какой препарат мы использовали. И посмотрите, при технифите это было порядка 1,62 медиана лимфатических, 2 сигнальных лимфатических узла, нанотех, медиана 3 и аллатех или синтискан, медиана 5 сигнальных лимфатических узлов. При этом разница была статистически достоверна в пользу препарата синтискан или аллатех. Дальше мы посмотрели, а как же эти лимфатические узлы локализуются по уровням Берга. Вы тоже все это знаете, хирурги это очень хорошо знают. Ниже края малой грудной мышцы, на уровне малой грудной и выше медиального края, да, третий уровень. И тоже посмотрите, как препараты Синтискан или Алотех, какой он дает разнообразную картину. То есть мы достаточно часто видим на нескольких уровнях сигнальные лимфатические узлы. Ну здесь вам представлены просто примеры. Вы видите, что технифит – это эффект КТ-3D, так называемая визуализация. В общем-то, два сигнальных лимфоузла – это характерно для технифита. Нанотех в среднем три, и Алотех, он же Синтискан, в среднем пять сигнальных лимфатических узлов нами определялось у наших пациентов. Таким образом, вы видите, что если говорить о частоте визуализации, то она была хорошая в этой группе, так сказать, с этими препаратами. Если говорить о количестве сигнальных лимфатических узлов, то здесь, конечно, Алотех значительно чаще. Значительно чаще полирегиональный характер лимфотока определялся. И даже визуализация парастернальных лимфоузлов тоже была чаще при использовании этого радиофарм препарата. Вот здесь резюмирую, видите, частота визуализации при Синтискане 95, и он показывает полирегиональный характер лимфотока от опухоли, в общем-то, наиболее часто из тех препаратов, которые мы изучили. А здесь я хотел вам показать, что не только мы, так сказать, занимаемся сигнальными лимфатическими узлами при раке молочной железы с этим препаратом Синтискан. Ну вот посмотрите тоже, как хорошо видны, значит, сигнальные лимфатические узлы при меланоме, причем это меланома кожи спинки носа, и хорошо виден подбородочный там второй, по-моему, уровень лимфатический узел сигнальный. Мы хорошо видим сигнальные лимфатические узлы при раке предстательной железы, тоже, пожалуйста, вам. При раке шейки матки замечательно этот препарат работает. У нас есть несколько пациентов, и мы пробуем эту технологию. При раке пищевода указано место введения, видите, тоже хорошо сигнальный лимфатический узел выше, вот под аортой. И видите, что при раке языка, то, о чем я говорил, очень перспективное направление, видно место введения, и тоже виден хорошо сигнальный лимфатический узел. Теперь перейдем к хирургическому этапу. То, что мы увидели, сигнальный лимфатический узел получили, это только первая часть работы. Дальше хирург должен найти эти сигнальные лимфатические узлы. Для того, чтобы их найти, соответственно, нужен специальный аппарат, который называется гамма-щуп, мы все об этом хорошо знаем. Так вот, фирма Медикор Фарма Урал, они, в общем-то, получили лицензию, и этот можно использовать гамма-щуп в нашей стране, у него есть лицензия, совершенно спокойно покупать для детекции, в общем-то, сигнальных лимфатических узлов. Он очень чувствительный за счет того, что там цифровой новый детектор стоит, и когда мы общались, так сказать, с теми людьми, кто его придумал, кто его производил, это, в общем-то, физики, которые работали в ЦЕРНе, и, в общем-то, действительно новая технология. Он очень удобный, там батарейка, там не нужно никаких аккумуляторов, батарейку поменял, и можно с ним работать. Значит, к нему предлагается ноутбук, и посмотрите, он, конечно, очень чувствительный, и можно детектировать сигнальные лимфатические узлы, и даже не только сигнальные лимфатические узлы, а, допустим, какие-то и другие, может быть, изотопы, и об этом тоже, наверное, скоро речь пойдет. Ну, вот здесь вы видите регистрационное удостоверение. Более того, эта компания выпустила лапароскопический щуп, и то, что я вам говорил, рак легкого, и сейчас вот абдоминальные, да, вот все эти локализации, то здесь нужен как раз лапароскопический щуп, и он тоже есть, и он тоже зарегистрирован, его тоже можно использовать, и нужно, в общем-то, дальше с ним работать. Ну, прошу прощения. И в заключение я хочу, в общем-то, сказать, что эта технология развивается, у нас сейчас есть все возможности, у нас есть радиофармпрепарат, у нас есть гамма-щуп, у нас есть клинические рекомендации, у нас есть перспектива развития этой технологии, поэтому, в общем-то, нам сейчас ничто не мешает биопсихинальных лимфоузлов более активно и активно внедрять в нашу повседневную клиническую практику. Спасибо большое, Павел Иванович. Появились ли вопросы у аудитории? Докладу. У меня вопрос, как давно вы с Радпойнтером работаете? Спасибо, Вячеслав Юрьевич. С Радпойнтером мы работаем уже точно абсолютно больше года. Точно абсолютно больше года. Значит, что касается лапароскопического щупа, то он появился у нас в этом году, а сам вот классический стандартный щуп, уже больше года с ним работаем. Там, конечно, достаточно хорошо и надежно он работает, очень любят его наши хирурги, которые занимаются меланомой. В частности, вот я с ними недавно разговаривал, поэтому так. Еще такой вопрос. Я знаю, что до этого вы с Гаммафайнером работали. Он, с одной стороны, хорош тем, что у него аккумулятор длительного действия, но когда аккумулятор садится, то он начинает подбирать. И можно даже не найти острожевого лимфоузла, и только из-за того, что севший аккумулятор, а мы думаем, что мы ничего не видим и не находим. Вот в случае Радпойнтера, когда садится батарейка, которую нужно заменить, он как-то сигнализирует об этом? Или тоже это чисто интуитивно, исследователь, хирург должен понять, что раз чего-то не находится, то, возможно, нужно просто поменять батарейку. Спасибо, Вячеслав Юрьевич. Вы знаете, дело в том, что к Радпойнтеру идет вторая часть, это компьютер, который и показывает нам скорость счета, и далеко ли мы находимся от сигнального лимфатического узла. И там есть даже индикатор заряда, поэтому с этим проблем не возникает. А что касается гамма-файндеров, то я хочу напомнить, что, к сожалению, с 2014 года фирма-производитель, в общем-то, не поставляет запчасти и не поставляет гамма-файндер, по-моему, насколько мне известно, к нам в страну. Ну да, гамма-файндер, та модель, гамма-файндер 2, уже закончилась лицензия, регистрационное удостоверение, а гамма-файндер 3 они почему-то не стали регистрировать. Ну, это их дело. Хорошо, если появились вопросы, пожалуйста. Если нет, тогда поблагодарим еще раз Павла Ивановича за очень пространный и интересный доклад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!